Стиль ведущих представляет магазин Монтон. Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей «Город» в студии Виолетта Гришина. Корреспонденты нашего телеканала подготовили главную информацию о событиях понедельника, 15 июля. Смотрите коротко о том, что вас ждет сегодня. В Гданьске и Гдыне снова дешевле. В правительстве области в очередной раз сравнили цены на продукты в Калининграде и Польше. Пенсионеры за штурвалом самолета. Шведы путешествуют по воздуху на самолете-ветеране. Сегодня они приземлились в Храброво. Экватор лета позади и дожди тоже. Ждать ли сюрпризов в оставшиеся летние дни? Вакцина кончилась, а клещи все еще кусают калининградцев. Выход есть, но он платный. На Канаре прямым рейсом Калининградский аэропорт осваивает новые воздушные линии. Ну а теперь подробнее. В понедельник, 15 июля в правительстве области прошел первый пресс-завтрак с министром экономики. Правда, основной темой для обсуждения стали не планы на будущее нового затупившего на пост чиновника, а все те же челноки и польские колбасы. Еще в феврале прошлого года Николай Цуканов, губернатор нашей области, дал распоряжение провести мониторинг цен на польские продукты. И вот его результаты наконец-то готовы. По данным мониторинга, цена за килограмм составила. Колбасные изделия. Колбаса вареная. Первый сорт. В России 183 рубля. В Польше 71 рубль. Колбаса полукопченая. В России 190. В Польше 229 рублей. Сосиски и сардельки. В России 188 рублей. В Польше 97. Сырое мясо. Охлажденная говядина 270 и 310 рублей соответственно. Окорок куриный 82 рубля. А в Польше 64. Откуда такая большая разница в ценах, министр объяснил просто. От остальной России по стоимости продуктов Калининград почти не отличается. А вот заграничные товары всегда идут с наценкой. Соответственно вы сразу должны прибавить от 15 и выше процентов таможенной пошлины. От 10 до 18 процентов НДС. Плюс вы должны процентов 5 все равно заплатить за транспортировку. Плюс торговая наценка. Ну соответственно даже при таком грубом подсчете получайте 50-60 процентов к цене от польской. И молоко у нас дороже на 15 процентов. И хлеб, и мясо, и колбасы вообще на 30. Зато яйца и сахар у нас дешевле, похвалились в правительстве. В целом разница в ценах на продукты в Польше и Калининградской области превышает 170 процентов. И в продолжении темы. Наша съемочная группа решила разобраться в столь грандиозной разнице цен между продуктами. Завтра вы увидите итог нашего расследования, в котором также и узнаете мнение руководителей крупных торговых предприятий и мясных производств и почему калининградцы предпочитают польские продукты. Ну а теперь к другим темам. 15 июля в Калининград прилетел настоящий самолет-ветеран Дуглас DC-3. 70-летнее судно проживает в Стокгольме уже почти полвека совместно с ветеранами путешествует по всему миру. Сейчас они приземлились в Калининграде в поисках новых приключений. О том, как это было, расскажет Кристина Булыцына. Сегодня аэроборт Храброва принимает рейсы не только из Москвы и Берлина. Впервые на калининградскую землю прилетит самолет-ветеран Дуглас. Шведские энтузиасты прилетели в город, чтобы не только его посмотреть, но и показать свой удивительный самолет. Самолет-ветеран, или как его называют сами пассажиры, большая леди, приземлился в Калининграде ровно в 12.30. По шведскому текету «Без опозданий». Уже больше 40 лет это воздушное судно гражданское. А тогда, в 1935-м, его строили для военных целей США. Сейчас же каждый месяц члены клуба «Летающие ветераны» совершают на нем путешествия в разные точки мира. Мы обращаемся к этому самолету как к леди. И этой леди скоро исполняется 70 лет. И к ней мы относимся с душой и сердцем. И несмотря на то, что этот самолет с большой историей, полеты с ним проходят легко и просто. Весит самолет 12 тонн. А легко и просто полеты проходят за счет того, что два старых мотора заменили на новые американские. А вместо 16 спальных мест появились 23 сидячих. Правда, в салон самолета нас не пустили. По законодательству не положено. И о цене воздушного судна его владельцы умалчивают. Летать на таком самолете – одно удовольствие. Очень комфортно. На нем мы уже побывали и в Польше, и в Бельгии. И Калининград – не последний город, который мы еще посетим. Клуб «Летающие ветераны» объединяет около 400 жителей Швеции. Его главная задача – забота и поддержание в рабочем состоянии ретро-самолета. За свою долгую жизнь он налетал более 30 тысяч часов и сменил несколько двигателей. Ветераны же прилетают в чужие города, не посмотреть достопримечательности, а узнать их авиаисторию. Мы не будем ходить по памятникам, мы будем ходить по фортификационным сооружениям, мы будем ходить по старым аэродромам, например, Люблина, под Пионерском и Девау мы посмотрим. И, в принципе, у нас еще одна встреча с администрацией города Балтийска. У нас там тоже встреча. Мы очень хотим посмотреть вот эту цитадель, которая тоже была какое-то время шведской. Шведские энтузиасты пробудут в Винтарном крае до 18 июля. Все это время большая леди будет ждать их в аэропорту Храброво. Правда, посмотреть на ветерану обычному калининградцу нельзя. Охрана не подпустит. Кристина Булыцына, Юрий Жуков, Служба новостей, Город. В Калининграде прооперировали внука известного актера и режиссера Сергея Никоненко. Он известен по фильмам «Сталинград», «Освобождение» и сериалу «Каменская». Мальчик во время семейного отдыха почувствовал резкую боль в Баку. Его пришлось госпитализировать в детскую областную больницу. Там Пете удалили аппендицит. Сейчас он находится в больнице, а вместе с ним там и знаменитый дедушка. В Калининградскую область Сергей Никоненко приехал отдохнуть вместе с семьей. Свой досуг артист проводит на Курской косе. Но отдых пришлось прервать. В ночь в субботу на воскресенье его шестилетний внук почувствовал сильную боль. В результате вся звездная семья отправилась в детскую областную больницу. Ребенку диагностировали аппендицит. Прооперировал его калининградский хирург Андрей Корсанов. Сергей Никоненко же был приятно удивлен. Качество медицинских услуг выразил врачам свою признательность. И когда мы сюда приехали ночью, когда меня еще никто и не узнавал, ко мне так замечательно, и ко мне, и к внуку так замечательно отнеслись, так по-человечески, так гуманно. Я просто не нахожу даже эпитетов. Сейчас Петя уже ходит. Операция прошла успешно. Послезавтра его уже могут выписать. Тогда уже вся актерская семья вернется к отдыху. Кстати, актер, по его словам, в нашем регионе частый гость. Планирует в скором времени сюда перебраться и уже купил земельный участок. Скоро будет строить дом. Правда, пока где именно он поселится, один из главных милиционеров российского кино не рассказал. Но пообещал держать в курсе. В Зеленоградске высадились викинги. Но вопреки обыкновению, не воевать и грабить. Все выходные здесь гремел международный фестиваль исторической реконструкции и музыки народа Балтии. Какие племена посетили Зеленоградск и откуда пришли викинги, узнаете прямо сейчас. Такой веселой шумной толпой колонна участников прошла по центральным улицам Зеленоградска. Кого тут только нет. И поляки, и литовцы, и латыши, и белорусы, и даже шведы. Все в старинных национальных костюмах. Мужчины при оружии. Это шествие, как говорится, на других посмотреть и себя показать. Многие из них в России и вовсе впервые. Ну, немножко, как, пусть в счастье, в ревне назад, в советские времена. Как говорит Гонта, ей очень нравятся участники из других стран. Чувствуется какое-то единение. Все друг друга поддерживают. Песни и танцы на сцене чередуются с забавами настоящих мужчин. Боями на средневековом оружии. Евгений по прозвищу Шон увлекается историей и реконструкцией уже давно. Вначале заинтересовался кельтской культурой. Потом и воинским искусством. Теперь не пропускает практически ни одной битвы. Самое страшное, главное, чтобы следить за тем, чтобы не покалечить соперников, чтобы все это было безопасно. Все же, как бы, это мероприятие игровое. Оно хоть и игровое, но порой кажется, что война происходит на самом деле. Поле усеяно телами убитых и раненых. До конца сражения выстояли только сильнейшие. Уже сразу после битвы все мертвые восстали. Раненые излечились и все дружно отправились отдыхать и набираться сил для следующего боя. Интересно провести время смог любой. Кроме боев и вокальных номеров здесь можно было увидеть и даже потрогать изделия мастеров народного промысла. Мы сами разъезжаем по различным фестивалям Европы и тех групп, которые нам нравятся, кому мы нравимся, мы их тоже приглашаем и большинство принимает наши приглашения. Полукругом в лагере расположились торговые ряды, как это было тысячу лет назад. Именно на этом месте находилось торговое поселение викингов. На два дня каждый желающий смог окунуться в атмосферу той эпохи. А кто не успел, сможет сделать это в следующем году. Екатерина Степанова, Дмитрий Саранча, Дмитрий Казаков. Служба новостей «Город». Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите. Экватор лета позади и дожди тоже. Ждать ли сюрпризов в оставшиеся летние дни? Вакцина кончилась, а клещи все еще кусают калининградцев. Выход есть, но он платный. На Канары прямым рейсом калининградский аэропорт осваивает новые воздушные линии. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. Вы смотрите службу новостей «Город» в студии Виолетта Гришина. И мы продолжаем. 15 июля наступил так называемый экватор лета. Пока оно только радовало своей погодой калининградцев. А кратковременные дожди и грозы – это постоянные явления июльской погоды. Но по прогнозам синоптиков, они будут сопровождать калининградцев еще около недели. Единственным днем без осадков станет четверг. 18 июля будет солнечно с небольшой облачностью. Температура в дневное время прогреется до 26 градусов, а ночью – до 18. Но на выходных ожидается небольшое похолодание с дождями и ветром. В оставшуюся часть лета гидромедцентр ожидает такую же погоду, как и сейчас. Во второй половине лета возможны как зной до 30 градусов, так и проливные дожди. К примеру, как в конце этой недели. Прогнозировать температуру воды Балтийского моря метеорологи отказались, так как она напрямую зависит от погоды и направления ветра. На теплую воду влияет западный ветер. Август, по данным гидромедцентра, ожидается сухим и теплым – на 2-3 градуса выше нормы. Если погода на ближайшее время и порадует калининградцев, то возросшее от нее количество клещей вряд ли. А еще в городе не осталось вакцин от клещевого энцефалита. Об этом пишет газета «Калининградская правда». А ведь с каждым годом число укушенных только растет. Вот специалисты связывают это с плохой противоклещевой обработкой лесных территорий и парковых зон. В этом году за медпомощью по поводу присасывания клещей уже обратилось около 800 человек. Из них более 300 детей. Наибольшая клещевая активность наблюдается в Калининграде и Немане. Прививки от клещей сезонные. Обычно все желающие прививаются бесплатно в феврале-марте. Причем сделать их нужно две с интервалом минимум месяц. Для того, чтобы выработался иммунитет. Людям, которые опоздали с данной схемой вакцинации, можно делать экстренную вакцинацию. Это делается первая, через месяц вторая, и потом последующая вакцинация. Но это желательно в исключительных случаях, когда человеку надо куда-то уезжать в район, который особенно опасен по поводу клещевого энцефалита. Сейчас сделать прививку от клещевого энцефалита можно только в частных клиниках. Разовая российская вакцина стоит 700 рублей, а импортная около 1000. Но сделать их придется две. Также придется оплатить прием врача-терапевта. Его стоимость 700 рублей. В Калининграде выбрали самую лучшую невесту и самого экстремального гонщика. А улететь на Канары теперь можно будет из Храброва. С этими и другими не менее интересными новостями вас познакомит Светлана Федорова в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Здравствуйте. В Калининградской области завершился очередной этап внедорожного чемпионата. На этот раз в лесах поселка Люблино. Трассу почти длиной 200 километров нужно было пройти за 20 часов, поэтому ехать пришлось даже ночью. Имена победителей станут известны только в октябре, после завершения третьего этапа чемпионата. В Калининграде прошел ежегодный праздник – День невест. Десятки красавиц в белых платьях прошли по улицам города. Они соревновались в беге и метании букетов. В финале девушки выпустили в небо десятки воздушных шаров. По итогам конкурса выбрали супер-невесту 2013 года. Ей стала Ромела Мирук. Правительство России включило курительные смеси в список наркотических веществ. Дело в том, что в их состав входят психостимуляторы. При немедицинском использовании они наносят существенный вред здоровью. Отметим, ранее такие смеси свободно продавались в интернет-магазинах под видом лекарств и товаров народного потребления. На Канарские острова можно будет улететь прямо из Калининграда. В 2014 году появятся прямые рейсы Калининград-Фуэрт-Авентура. Это крупнейший остров Канарского архипелага. Таким образом, Министерство по туризму Испании намерено привлечь на курорт еще больше туристов. Ведь Калининград славится как один из главных туристических центров России. Калининград самоблегчит получение хорватских виз. С 15 июля в сервисно-визовом центре VFC Global появилась новая услуга. Теперь жители региона смогут получить шенген в Хорватию. Отметим, также в этом центре оформляют визы в Австрию, Болгарию, Испанию, Мальту, Норвегию и Швецию. Курсы валют на 16 июля. Доллар США – 32,62 рубля. Евро – 42,60 рубля. Польский злотый – 9,93 рубля. Литовский элит – 12,33 рубля. Калининградский пенсионер кинул вызов российским садоводам. И уже несколько месяцев воплощает свою дипломную работу в жизнь. Он одним из первых в 70 лет закончил с отличием курса ландшафтного дизайна. Розы, тюльпаны и еще десятки различных растений теперь украшают газоны научно-исследовательского центра. Ну а прохожие просят у него советы. За вами-то у нас находится красотулька. Так ласково он называет японскую вишню. И таких красотулик в этом парке у Валерия больше ста. Все посажены своими руками. Еще несколько лет назад он работал здесь в качестве дворника. Сейчас носит гордое звание лучшего садовника. В прошлом году Валерий стал дипломированным специалистом. С отличием закончил курсы ландшафтного дизайна. Не обязательно начинать выращивать розы где-то в больших количествах, там улицы. А вот где-то 2-3 розы в городе. Создавать микроуголки. 2-3 розы и люди будут любоваться. Эти розы привезли Третьякову специально из Сербии. Как оказалось для нашего города это редкость. Сейчас он собирается засадить ими весь парк у научно-исследовательского института. Нравится такая идея не только руководству, но и прохожим. Некоторые приходят сюда каждый день, как Галина Лапикова. Это одно удовольствие вот посидеть здесь, отдохнуть, подышать. Но и не только за здоровьем приходят в этот парк. Третьяков с удовольствием делится секретами ухода за растениями и своими новыми посадками. Бухи новые, катальпа новая. Несмотря на то, что у пенсионера есть свои садовые участки, грандиозные планы он все-таки строит для городских ландшафтов. К примеру, создать микроцветники в городской черте. А еще настоящий мемориал из роз. Афганских роз. В память всем погибшим на той войне. Алексей Колодкин, Дмитрий Казаков. Служба новостей. Город. На этом все. Если у вас есть интересные новости или вы хотите стать народным корреспондентом Первого Городского, звоните к нам в редакцию по телефону 919404 или пишите на наш электронный адрес канал1собакамейл.ру. Я напоминаю, что все новости выпуска дублируются на нашем официальном сайте 1городской.ру. Ну а с вами была Виолетта Гришина. Всего доброго и увидимся на Первом Городском. Стиль ведущих представляет магазин Монтон. Субтитры сделал DimaTorzok